Вчера звонок в дверь, открываю Два милиционера Говорят, нужны понятые к вашему соседу А сосед у меня, Борис Маркович, вот такой мужик Семью нашу просто обожает Сына моего, Андрюха, всего за 15 тысяч долларов в ПТУ устроил на сварчика учиться Жену мою американскому языку обучает Ночные курсы Она от него возвращается, взирошенная вся помада на губах Я говорю, как язык? Она говорит, еле ворочаю Ну помогает по-соседски, все же бескорыстно Я думаю, как я ему могу хоть когда-то помочь Вот случай же Ну заходим, Маркович сидит, счастливый такой улыбается, кальян покуривает Эти говорят, обыск До нас дошла информация, что вы торгуете самогоном Я понимаю, надо выручать соседа Он что-то хотел сказать, я ему говорю, спокойно, я скажу Я говорю, как вам не стыдно? Вот вам бы только человека опорочить Ну вы сами подумайте, зачем ему торговать самогоном Если у него за городом два своих спиртзавода стоят подпольные Что он вам мальчик, что ли? Я говорю, Маркович что-то улыбаться перестал Стал воду пить Много воды Они говорят, опа, мы уже уходить хотели Я говорю, куда стоять? Оставайтесь, разбирайтесь, чтоб знали, как по клепам верить Маркович в это время что-то себя так немножко пришел Только это услышал Опять шлепый лежит вместе с креслом Как бандероль, не шевелится вообще Они говорят, слабонервный он какой-то Как его жена терпит? Я продолжаю выручать Я говорю, а жену его трогать не надо Она сама еле ноги носит К утру только домой возвращается Работает столько Я говорю, что не будешь гулящая? Я говорю, сами вы гулящие Как она может быть гулящая, если она в центре города свой ночной притон держит? Маркович к этому времени очухался Только это услышал опять Лежит вообще никакой Ну, они вскочили, на шатырь ему в нос дают нюхать Я говорю, что вы ему даете? Дайте ему лучше белого порошка понюхать, что его сын в мыльнице прячет Они говорят, ага Так что, его сынок балуется наркотиками? Я продолжаю выручать Я говорю, его сынок прекрасный мальчик Не пьет, не курит И потом, что значит балуется? Он занимается наркотой вполне, серьезно Иначе откуда у него столько долларов в матрасе? Они матрас с паролей говорят, точно, валюты валом Наверное, фальшивая Я говорю, сами вы фальшивые Как она может быть фальшивой, если он сам ее напечатал? Зачем наговаривать? Они говорят, где станок, мы сейчас тут все перевернем Я говорю, спокуха Нет, тут станка и не было никогда В подвале станок Когда работает, никому спать не мешает Зачем наговаривать? Они пот вытерли Говорят, ну и семейка Адамс У них хоть кто-то нормальный есть? Я говорю, есть Теща Берта Васильевна Прекрасный человек Они все молятся на нее Эти говорят, что так любят? Я говорю, а ты б не любил? На нее все имущество переписано И дача, и бордель, и яхта Они говорят, что еще и яхта есть? Я говорю, здрасте А на чем же он оружие террористам переводит? Тут после этих слов Они тюрьму на колесах вызвали И увезли Марковича Ну я думаю, что скоро отпустят Потому что торговлю самогоном Они так и не доказали Вот так Игорек, Игорек, минутку, пожалуйста Дорогие мои А вы знаете, как мы Игоря Моменко называем в аншлаге? Ну, конечно, в шутку Ходячий анекдот Так что, Игорек Без парочки анекдотов Мы тебя со сцены не отпустим Не отпустим! В залпе будет Игорь Спасибо Очередной платный Дед Мороз За вечер 85-й раз Поднимается на пятый этаж Открывается дверь Мальчик стоит Он ему дает очередную мягкую игрушку А мальчик кушает шоколад Весь Видишь, весь в шоколаде Он говорит Мальчик А нельзя скушать столько шоколада Прыщики будут диатез И зубкам плохо Мальчик говорит А мой дедушка прожил 106 лет И что, он тоже кушал много шоколада? Нет Он не совал нос Не в свое дело Группа молдавских рабочих Работают в пригороде Кишинева По сигналу старшего Ставит вертикальный стол Старший говорит Пошел! Иди на вот этих специальных когтях При способлениях Забирается наверх Вынимает линейку Пытается что-то померить И падает в рязь Вместе со столбом Опять Пошел! Долго так падал Мужик какой-то наблюдал часа полтора Ну где-то на 24-м падении Подходит, говорит Я извиняюсь, я тут давно за вами наблюдаю Если это у вас какая-то молдавская игра Я мешать не буду Если какие-то проблемы Вы спросите меня Парня жалко У него лицо и затылок одноцветок уже Тот говорит, ты только пришел, мы тут с утра куражимся Понимаешь, надо померять высоту столба Ну то ли там что-то у него перетягивает Или я извиняюсь То ли эти дистрофики не могут его держать Падает и падает Самому надоело, если честно Да какие проблемы, ну если вы мерите Ну положите столб и померьте Еще один придурок Нам высота нужна, а не длина Дедушка с бабушкой едут в жигулях Бабушка за рулем Их инструмент инспектор ГИБДД Инспектор Петров, ваши документы Бабушка, ай! Дед, документы дай, права просит Пожалуйста Нарушайте, там знак был недалеко Бабушка, ай! Дед, нарушаешь, там был знак, аккуратнее езжай Шумахер в юбке В Саратов едем? Да Сами из Саратова? Да Вы знаете, если честно, в Саратове был самый ужасный секс в моей жизни Бабушка, ай! Дед, кажется, он тебя знает Спасибо 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 Спасибо